Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем видео хотел бы показать вам новую модель проектор, которая недавно появилась на рынок. Это модель от компании A.A.O. EG651. Модель бывает нескольких разных версий, то есть у меня версия мультиэкранная, также бывает еще basic версия EG650 называется. То есть разница в цифрах. Мультиэкранная 51, basic 50 и наверное еще бывает android версия, но я пока что еще не видел android версию, хотя может и быть. На время покупки ее еще не было. Это обновленная модель, которую раньше показывал EG620. Менюшка даже очень похожая, в общем сами все дальше посмотрите. Здесь заявлена яркость 7000 lumen, то есть это 480 anti-lumen примерно. Это довольно яркий проектор, очень даже неплохой контраст. Из новинок, что меня удивило, это цифровой фокус. То есть здесь нет ручной настройки фокуса, как обычно часто бывает в проекторах. Здесь проектор фокусируется с помощью пульта. Нажимаете на кнопку пульта, удерживаете и начинается фокусировка. Удерживаете в другую сторону, обратно фокусируется. То есть в зависимости от того, насколько куда вам нужно фокусировать, нажимаете нужную кнопочку. Это довольно необычная функция, я такого раньше не видел в других проекторах. Я так понимаю, здесь поставили моторчик на линзе и фокусируется этот проектор удаленно. Внешний вид этого проектора очень красивый, мне очень действительно нравится. Здесь вот эта часть полностью металлическая, полностью вверх весь металлический, с такой красивой текстуркой, это алюминий, наверное. Передняя часть проектора с управлением это сенсорная часть, глянцевая. Логотип компании AAO имеется. На задней части проектора находятся все разъемы, то есть что тоже интересно сделали. Если вы помните в проектора IG620, там была такая рукоятка типа радио, это настраивалось кейкстон. Мне очень понравилось действительно такое управление, потому что оно очень удобное. Здесь сделали что-то похожее, только вот так вот выглядит. Здесь объединили кнопку включения и выключения и рукоятка регулировки кингстон, то есть тоже можно сбоку крутить, плюс-минус 15 градусов. Тоже довольно удобно. Также имеется разъем под наушники, аудио-видео разъем, два USB разъема, два HDMI разъема, инфракрасный порт для пульта, разъем под силовый кабель и по разъемам больше ничего нет. Здесь находится какой-то фильтр, он не съемный. Здесь находится радиатор, который охлаждает светодиод. На этой же стороне находится съемный фильтр, вынимается он просто нажатием, вот таким движением, то есть нажали и он вынимается. Это довольно толстый фильтр, довольно симпатично все смотрится. Что-то наподобие как у пилесоса, поставим обратно. Тоже с помощью защелки, защелкивается нормально, прячется назад. На передней стороне довольно большая линза, она без крышечки, это недостаток можно сказать. Снизу находятся четыре прорезиненных ножички. Ножички в принципе съемные, то есть вот эти резиночки можно снять. Вот видите, снял резиночку и там находится отверстие среди буйя для того, чтобы можно было повесить проектор на потолок, к примеру, на кронштейн. Можно закрутить. Здесь четыре тоже таких ножички, они съемные все. И можно софиксировать его на кронштейн. Также здесь на проекторе имеется вот эта часть, вот эта вот маленькая крышечка, она тоже съемная. Здесь для продува проектора, то есть чтобы не разбирать полностью весь корпус проектора, здесь можно снять вот эту крышечку и продуть, к примеру, линзы, куда случайно попала пыль, к примеру. Также здесь находится кнопочка для регулировки высоты проектора, что хорошо, что она здесь рабочий механизм. Здесь не так, как в некоторых проекторах, что нужно переворачивать, и он сам просто выпадает, потому что не выстреливает. Типа полуавтомат. Здесь полный автомат, нажимаешь, и он прям выстреливает, его можно фокусировать. Довольно удобно тоже, опять же. В комплекте с проектором был вот такой пульт, как я только что показал. Пульт очень маленький, питается пульт от двух батареек типа 3А. В комплекте батарейки, как обычно, не идут, докупайте отдельно. Вот это колесико типа в виде пластинки, тоже интересно сделано, как в DLP проекторах часто делают. Здесь также был аудио-видеокабель, с одной стороны 3.5 джек, с другой 3 тюльпана. Также силовой кабель под наши розетки с заземлением, тоже довольно неплохо. И инструкция на английском языке. Инструкция в принципе довольно понятная, здесь все в картинках, все обозначено, я думаю разбираться будет не сложно тоже. Актуальную стоимость такого проектора вы сможете узнать по ссылке под видео. А сейчас давайте переключимся на экран, посмотрим как он работает, а в конце подведем итоги. Посмотрите до конца. Итак, включил этот проектор, сейчас он быстренько загрузится, он быстро включается, быстро выключается. Так как здесь нет андроида, то здесь такая просто примитивная менюшка. Сразу хочу сказать про расстояние. Минимальное фокусируемое расстояние этого проектора до экрана это 1,40 м. При этом картинка получается 90 см в ширину и 51 см в высоту. Максимальное фокусируемое расстояние это ровно 5 метров. Картинка при этом получается 3,5 метра в ширину и 195 см в высоту. Более подробные размеры по метражу я тоже отмерял, смотрите на экран, сейчас я показываю. Сейчас у меня проектор стоит на расстоянии 320 см, при этом картинка у меня получилась 210 см в ширину и 120 см в высоту. Для начала давайте запустим тест видео, а потом пройдемся по настройкам, по звуку, по фото, ну то есть более подробно посмотрите дальше. Начнем с видео. Начнем со стандартного видео, которое часто показывают с другими проекторами. То есть по этому видео я смотрю, если здесь AC3 звук, например здесь есть AC3 звук, то есть проектор поддерживает AC3, это очень хорошо. Также сможете увидеть контраст, яркость этих картинок. Картинка реально очень красивая, надеюсь это на камеру будет передаваться, то есть контраст хороший. Но вот красный цвет, он какой-то малиновый скорее идет, то есть не совсем красный, он такой сильно перенасыщен, так сказать. Можно конечно настроить настройках чуть поменьше, но идеально все равно не получится. То есть это такая проблема всех 11 депректоров, потому что они изначально настроены из-за ввода. Калибровка такая получается, но здесь очень хороший черный цвет, очень глубокий, он почти сливается с хоном, ну то есть с экраном полностью. Хороший черный, хороший белый, то есть здесь хорошие цвета. Очень хорошие насыщенные цвета, единственное, что только красный, например, смущает, потому что он сильно такой перенасыщен. Другие цвета потом посмотрите еще на других видео, а там потом по фото еще покажу, как они отличаются. Но белый здесь тоже хороший, он довольно яркий проектор, очень даже неплохой. Здесь хороший белый, хороший черный цвет. Давайте, наверное, еще переключусь сразу по тестовым видео по плавности, посмотрите. Потом еще по цветам посмотрим более подробно. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще давайте запущу такой ролик, чтобы показать, какие здесь цвета на этом проекторе. Красный очень ядовитый, он такой в малиновый скорее уходит, но он не такой красный, как должен быть. Вроде бы здесь красиво смотрится, но просто он не естественный, не такой, как натуральный цвет красный. Вот именно с красным здесь вот такая вот штука. Синий очень даже неплохой, красивый цвет синий. Такой более как, в принципе, должен быть правильный. Зеленый тоже очень неплохой. Не знаю, как опять же на камеру все будет видно. Камера будет, скорее всего, передавать неестественно. Некоторые цвета будет искажать. Вот, например, подсолнух. Я думаю, у вас, наверное, будет какая-то блеклая картинка. Здесь он желтый. Не совсем, в принципе, яркий такой желтый, но он желтый и нормальный желтый. Хотя хотелось бы получше. Он бывает получше цвет этот желтый. Зеленый хороший. То есть с зеленым, синим здесь проблем нет. Красный просто такой малиновый уходит неестественный. И желтый слегка, слегка мало, наверное, насыщенности, что ли. Черный очень глубокий. Черный вообще здесь хороший. Синий тоже хороший. То есть по цветам не все цвета хорошие. Ну, именно, не все правдоподобные, так сказать. Посмотрим также по настройкам. Посмотрим, что здесь есть. Изначально здесь рабочий стол состоит из четырех ярлычков. То есть фильмы, музыка, текст, картинка. Также здесь есть еще дополнительные рабочие столы. Переключение разъемов. HDMI 1, HDMI 2, видео и мультискрин. И также полностью все настройки, что здесь имеется на проекторе. Ну, давайте сразу по мультискрин пройдемся. Давайте возьму, к примеру, пока что запущу его. Пока переключается режим Cast. Я сейчас возьму смартфон и запустим трансляцию через этот проектор. Как видите, здесь по-английски все указано. Изначально перевода этой странички, к сожалению, нет. Но я думаю, это все понятно и так, как что подключать. Сейчас я выбираю трансляцию. Выбираю проектор. У меня определился Netflix 27D8. Сейчас он подключится. Да, подключился. И, как видите, у меня уже смартфон вот так вот все есть. Задержка, в принципе, здесь есть. Она около одной секунды. В принципе, не такая уж сильно большая, но все равно есть. Демонстрировать что-нибудь, какое-то, например, фото или какую-то трансляцию, что-нибудь показать, это без проблем. А смотреть какое-то видео или ютубчик, это уже будет немножко проблемно, потому что здесь все-таки задержка. Это в любом Miracast, например, всех таких тоже там задержка имеется. Поэтому задержка это просто будет неудобно. Ну, я думаю, с этим понятно, отключаюсь. То есть, выходим обратно и заходим во все настройки. По настройкам давайте поподробнее. Способ проекции, то есть, это просто переворот проекции в различные. В зависимости от положения проектора, то есть, где-то на потолке, к примеру, висит. Или где-то в какой-то стороне за экраном. Ну, пусть будет стандартно. У нас стоит нормально проектор. Масштабирование. Кстати, здесь есть зум. Зум здесь просто отображается до 75%. Его можно уменьшать, картинку. Но, я хочу сказать, например, вот 75% сейчас я уменьшил. Пусть пока побудет. Сейчас я просто покажу дальше. Дальше. Модель проекции. То есть, 4х3, 16х9 автоматически. Пусть будет автоматическим. Не будем выбирать. Формат. То есть, здесь можно выбирать уже картинку, насколько, где, какую яркость выставлять. Давайте яркость выставим. Здесь по 50 стоит. Выставим ее. Пусть будет на 90, наверное. Поставим ее. Пусть будет 88. Контраст стоит по 50. Все, кроме остроты, резкости 40. Все остальное обычно по умолчанию по 50 стоит. Это, в принципе, нормальное значение. Идеально выставить не получается. Например, красный здесь сильно не изменишь. И что неудобно, что оно просто отображается только, когда включаешь какое-то видео или фото. А так, просто по менюшке ты не видишь, оно изменилось, что-то или не изменилось. Сейчас я, в общем, перейду, например, сразу на видео. Выйдем, например, запустим видеоролик. К примеру, запущу тот же ролик, который я только что включал. И, как видите, теперь уже мы выбирали 88% яркости. Вот оно, видите, засветилось. И зум уменьшил. И картинка тоже уменьшилась. Но, к примеру, давайте еще возьму менюшку. Когда выбираю менюшку, уже экран побольше стал. Теперь экран уменьшенный. То есть, когда вы даже уменьшаете экран, где-то поставили проектор дальше и уменьшили его до своего экрана, то менюшка все равно будет залезать за сам ваш экран. Но обычно такая менюшка отображается только таким способом. То есть, здесь менюшку сильно не сделаешь. Например, давайте увидим. То есть, для того, чтобы вызвать меню конкретно в чем-то, например, вы смотрите видео, и вам нужно что-то подправить, там, изменить в настройках, то для того, чтобы зайти в меню, например, просто кнопка на культу есть меню, она входит только в такой режим. То есть, переключение разъемов. Но, если вы просто ее зажали и удерживаете, то включается вот такое вот, в принципе, уже меню. Более подробное. Другая настройка. Меню продолжается. То есть, больше функций. Способ проекции. Опять же, все это можно сделать при изображении. Вот как видите сейчас. Картинка при этом меньше. Но само меню просто расширяется дальше. Я думаю, с этим понятно. Выйдем обратно, чтобы показать полноценно нормальную менюшку. Выберем обратно модель, точнее, не модель. Масштабирование обратно до 100%. И здесь яркость тоже уберем на 50. 50 здесь, в принципе, достаточно. Для хорошего контраста 50 здесь хорошо. В принципе, можно ставить по вскоре, но как кому кто больше нравится. Дальше. Что здесь еще есть? Клиентский режим. То есть, это пользовательский режим. Как видите, колорит здесь не выбирается. Есть нижняя строка колорит, но она не выбирается. Все остальное выбирается. Следующий режим динамический. Здесь уже по 55, 55, 50, 40, 50 отображается. Стандартный режим. То есть, все по 50, кроме остроты, то есть резкости 40. Мягкий режим. Все по 50, кроме остроты, то есть резкости 30. И, опять же, клиентский режим. Все по 50, кроме резкости 40. Пусть будет пока стандарт. У меня этого достаточно. Дальше выбираем, к примеру, фокус. Фокус выбирать можно, например, кнопками на пульту, конкретно специально для этого автоматически. Или же можно выбирать вручную. Например, вы выбрали вручную через менюшку. И уже влево-вправо на пульту конкретно подтягиваете, например, под себя тот фокус. Но если нажали и удерживаете, то фокус будет смещаться тоже. Я надеюсь, вам все хорошо видно. Я сейчас его пока что верну обратно, потому что я уже сбил его. Так, фокус вернул обратно. Перейдем дальше. Меню настройки языка. То есть здесь можно выбрать русский язык. Изначально здесь английский стрит, когда получаете проектор. Но русский здесь имеется. Можно выбирать языки. Дальше. Обновление софта. Это функция для того, чтобы можно было поставить... Кстати, вот смотрите, версия прошивки. Версия 1.0.0.4. Если, к примеру, у вас есть новая версия прошивки, вы просто записываете ее на флешку в корень диска, вставляете флешку, и оттуда ее можно обновить. То есть стандарта, как обычно. Здесь в меню также отображается язык и восстановление заводских настроек. Также есть таймер сна. То есть проектор будет выключаться через какое-то время. Максимально здесь установлено 2 часа. Но хотя здесь есть еще версия, то есть ручной режим. Можно выставлять до минуты самостоятельно. Через какое время будет выставляться у вас выключение. Это очень хорошо. Довольно не все проекторы так могут делать. Восстановление заводских настроек, опять же, выведено отдельным ярлыком. И отдельным ярлыком, опять же, сделано, опять же, это менюшка для выключения. Не знаю, зачем они так сделали. Зачем туда было пихать все эти сюда настройки, если все выведено по отдельности. Не знаю. Но, как видите, прошивка от 15 января 2021 года. Довольно свежая пока что. И, собственно, по настройкам здесь все. Настройки здесь больше нет. Давайте еще включу тест звука. Послушайте, насколько громкий этот проектор. Хрипит, не репит. Давайте сделаем максимум максимальной громкости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, я думаю, этого достаточно. Я думаю, вы слышали. Проектор реально очень громкий. Динамика действительно здесь хорошо играет. Это единственное, что когда ставишь на 100% мощности, то они начинают чуть-чуть хрипеть. То есть, не то, что хрипеть, где-то, как будто какое-то дребезжание. Возможно, где-то динамик неплотно к корпусу пристал. И из-за этого получается какое-то дребезжание по корпусу. В целом же звук очень неплохой, очень громкий. Я вот, например, снизил до 75% громкости, то дребезжание уже, в принципе, пропало. И даже на 75% громкости, громкости хватает. Теперь посмотрим на тестовые фото. Начнем мы с такой картинки. Здесь можно посмотреть контраст, насколько все отличается. Полностью все дольки, абсолютно во всех кругах. Абсолютно четкие и полностью отличаются. То есть, черный с белым отлично контрасту дает. Серый с черным. Возможно, вам на камеру будет немножко это все сливаться. Но в реальности я просто передаю то, что я вижу. Полностью все дольки, все отличаются отлично. Поэтому фото девушки отлично смотрятся. Отличный контраст, хороший задний фон. Хорошее очертание лица. Видно макияж. То есть, детализация здесь проработана очень неплохо. Здесь тоже хорошая детализация. То есть, каждая маленькая веточка видно хорошо. Небо хорошее, то есть, правильный цвет. То есть, с синим здесь вообще проблем нет. Поэтому фото девушки отлично смотрятся. Отличный макияж. Довольно хорошая проработанная детализация. То есть, яркости здесь хватает. Никакого засвета на лице. То есть, здесь проблем нет. Птица тоже очень хорошо четко смотрится. Отличный фон. То есть, полностью сливается с экраном. То есть, черный очень хороший. Детализация тоже хорошая. Оперение видно хорошо. Цвета красивые. По тексту, надеюсь, вам хорошо видно. Довольно большой экран. Поэтому я могу прочитать текст. Даже восьмой здесь. Шестой уже в принципе не вижу. Но текст очень даже читабельный. Контраст очень хороший. Текст очень хорошо выделяется. Поэтому шрифту все то же самое. То есть, тоже восьмой текст я могу прочитать. Шестой уже не видно. Детализация хорошая. Ну и здесь тем более все хорошо видно. Потому что здесь более жирный текст. Очень хорошо сочетается с белым. То есть, на черном фоне, на белом фоне отлично читается текст. Правда, на черном фоне он читается чуть хуже. То есть, восьмой текст там уже немножко подмывает. Хотя еще видно. На белом фоне он смотрится получше. По этому тесту могу сказать, что первые два квадратика практически сливаются с черной рамкой. Четыре остальных нормально видно. То есть, отличается. Контраст в принципе неплохой. По черному здесь хорошо все. А по белому еще лучше. То есть, полностью все кубики выделяются от белой рамки. То есть, полностью все хорошо. Тест проходит отлично. Этот тест проектор тоже проходит. Потому что здесь тоже хорошая детализация. Хорошие цвета. То есть, нет затемненности черного, например. По темнокожей девушке можно посмотреть. Она отчетливо четко видна. Справа девушка тоже видны румянцы. То есть, все хорошо отчетливо видно. Макияж тоже нормально видно. Белый здесь очень хороший. Текст, кстати, тоже читается на белом отлично. По этому тесту тоже девушка смотрится хорошо. Нижняя горизонтальная полоска. Номер один сливается с фоном. Двойка уже нормально видна. Вертикальная полоска тоже ноль сливается с фоном. Все остальное хорошо видно. То есть, полностью все отчетливо. Текст, кстати, тоже хорошо читается. А здесь по белому вообще никаких проблем нет. Даже единичка немножко отличается от фона. 255, то есть вертикальная полоса, верхняя полосочка тоже в принципе практически сливается с фоном все остальные отлично выделяются по цветам, я надеюсь, вам хорошо видно, например по горизонтальной полоске снизу, красный например и синий, довольно большой пробел, получается, сливаются кубики, черно-белые полностью все кубики отличаются, единственное, что белый сливается с фоном с правой стороны по резкости здесь тоже проблем нет, в принципе никакого размытия не вижу, довольно все хорошо видно, довольно отчетливая рамочка и видны даже самые мелкие полосочки здесь тоже самое, по цветам все хорошо единственное, что красный немножко перенасыщен и синий тоже немножко, как бы, здесь многовато получается, зеленый здесь вообще проблем нет, здесь тоже самое что я говорил про девушек в предыдущий раз девушка отлично смотрится, отличный контраст, все хорошо видно по цветам, например, по кубикам здесь кубики в кубиках тоже видны, но не на всех цветах, например, на белом отлично видно, на черном еле-еле отличается, на желтом видны, на бирюзовом тоже видны, на зеленом видны. Не видны кубики только на синим, красным и сиреневом. В остальных цветах все хорошо видно. По цветам надеюсь вам видно на камеру насколько передаются цвета. Цвета в принципе неплохие, очень яркие. Этот тест проектор тоже полностью проходит. Например с левой стороны вы видите циферки, то есть 75% обычно на большинство проекторов показывает видно, а вот нижние циферки например 100%, 99, 98% не на всех. Здесь они хорошо видны и даже видны отдельные серые ячейки этих циферок. Этого уже не все проекторы видят. Этот тест тоже проектор полностью проходит. Здесь отличный контраст. Например первый столбик черный полностью отличается от фона. Отлично все хорошо видно, то есть все разделяется, все полосочки хорошо видны. Здесь тоже очень хороший контраст, очень хороший черный цвет, хороший белый цвет, то есть все отлично выделяется, хорошо вообще никаких проблем нет. Резкость здесь тоже хорошая, размытие нигде не видно Хорошо в принципе все выделяется Единственное что, как обычно на всех 11D проекторах Все углы немножко чуть-чуть подмыленные Но они не замыленные прям конкретно Но просто это такая специфика 11D проекторов Они просто центр лучше выделяют, чем бока Из-за линзы Френеля показывают именно просто такой вот формат Такое изображение Но конкретно размытия в этом проекторе нет А вот что показывает, когда подключаешь этот проектор к компьютеру То есть как видите разрешение рабочего стола здесь 1200 на 1080 точек То есть полноценной Full HD все правильно Частота обновления 60 Гц Разрядность 8 бит, RGB И вот к примеру я еще включил веб-сайт Чтобы показать как показывает разный угол То есть никакого размытия здесь как видите нет Все очень хорошо читается Верхняя строчка, ссылочка с левой стороны Обычно левая сторона немножко подмыливает Здесь нормально, то есть нет такой проблемы, что подмыливало Все отлично читается как видите Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и еще давайте покажу как работает этот проектор при включенном свете Я буду постепенно как обычно включать свет Сами посмотрите на сколько теряется яркость, контраст при включенном свете Итак включаю одну лампочку на люстре по центру Включаю полностью всю люстру по центру Теперь включил полностью весь свет, который у меня есть Это довольно яркое освещение Вот так собственно это все выглядит Сами точки, люстра Там еще с другой стороны точки И при этом изображение еще даже видно Ну то есть даже нормально видно еще более-менее Конечно для просмотра фильма при таком свете это будет плохо Но какой-то мультик, например, детям запустить это запросто можно То есть очень неплохо Для презентации какой-нибудь этого освещения тоже достаточно То есть можно что-нибудь презентовать Но конечно на прямые солнечные лучи это будет еще хуже Потому что если где-то ставите напротив солнца То это будет засвет Вот как видите у меня лампочки прямо сверху засвещаются Это примерно такое будет при солнце Это просто физика Так никакое освещение, никакая яркость проектора не спасет От прямых лучей солнца Ладно, на этом тогда закончим Будем подводить итоги Итак, давайте подводить итоги Ну я думаю вы сами все видели на экране Сами для себя какой-то вы это уже сделали Я просто подведу свое мнение, что конкретно я в нем видел В целом проектор очень даже неплохой Есть конечно свои недостатки Сейчас мы к ним тоже перейдем Но некоторые фишки в этом проекторе даже удивили Сам по себе он очень довольно красивый Смотрится очень шикарно Единственное, что вот эти вот глянцевые части Они довольно марки То есть где-то их коснешься случайно И оставляет отпечатки пальцев сильно То есть просто не лапайте где не нужно И тогда будет все красиво и довольно хорошо смотреться Вот эта вот рукоятка мне довольно понравилась Потому что здесь одновременно и кнопочка И регулировка трапеции Что очень довольно удобно Съемный фильтр тоже хорош Что можно почистить Это плюс естественно конечно же Его полностью можно промыть, просушить Поставить обратно И нормально дальше пользоваться Это хорошо Здесь также есть другой фильтр Что защищает как бы от пыли Этот проектор полноценно Также с недостатков это то Что здесь нет крышечки для линзы То есть опять же просто не лапайте И будет все нормально Время от времени просто нужно опять же протирать Салфеткой микрофибры Просто похукать и салфеточкой так протереть Никакие спиртовые салфетки Или специальные там растворы Использовать не нужно Потому что только испортите линзу Достаточно просто похукать И вот так вот микрофиброй пройтись Только чистой микрофиброй Также из недостатков это красный цвет Я думаю самое все увидели на экране Он немножко мариновый такой получается То есть не полностью красный Фокусировка как-то необычно Непривычно используется Но довольно так и интересно Работает и нормально работает в принципе фокус Яркости в этом проекторе хватает Здесь нормальная яркость Контраст тоже неплохой Соотношение цветов тоже очень неплохое Для какого-то фильма Очень симпатично все смотрится Плавность картинки тоже неплохая Не идеальная конечно же Но в принципе неплохая можно сказать Задержки импут лаха к сожалению Точно проверить не могу Нет нужных оборудований Но могу сказать что она небольшая То есть для игр в принципе подойдет проектор тоже Проектор показывает 60 фпс Есть функция зума Из того что еще неудобно Это как вы видели Это управление этим зумом В общем то что я рассказывал на видео Функция вай фай здесь нормально работает Телефон нормально подключается То есть можно подключить опять же ноутбук Тот же планшет там То есть транслировать все на экран вашего проектора Но не советую ожидать от таких функций слишком большого Потому что практически везде эта функция работает не на лучшем образом То есть для трансляции какого-нибудь фото Там или что-то нибудь такого неподвижного Можно транслировать без проблем А вот какой-то фильм поставить Или игрушку играть по вай файу То есть по подключению мирокаста Тому подобного такого плана Это всегда идет с задержкой Так что это будет довольно неудобно использовать А в целом здесь эта функция довольно неплохо работает Задержка здесь минимальная Здесь около 1 секунды В некоторых вообще бывает аж на 2 секунды идет Я надеюсь этим видео кому-то помог с выбором проектора Кому понравилось можете покупать В принципе модель неплохая Как я сказал уже ссылочку где вы можете купить Я оставлю под видео Там же посмотрите актуальную цену И более подробные характеристики А на этом тогда будем с вами прощаться До скорых встреч Подписывайтесь как обычно Ставьте пальцы вверх Пока